Лучшее наследие, которое оставил мне отец, это здоровые откровения об отношениях с Иисусом Христом, которые приносят долговечную радость. Это лучшее, что вы можете передать своим детям. Перестань жалеть себя. Перестань поддаваться чувству стресса и тревоги. Ты создан так, чтобы быть победителем над своими эмоциями. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться им с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди. И вы победитель в жизни, потому что в вас живет сам Иисус, Он внутри вас. Луки 1, 26. Когда Елизавета была на шестом месяце беременности, Бог послал ангела Гавриила в галилейский город Назарет. К деве по имени Мария. Мария была обручена с Иосифом, потомком Давида. Итак, Мария обручена, у нее есть план. Может ли Бог мешать с вашим планом ради своих целей? Некоторые из нас переживают сейчас переходный период жизни. Все потому, что что-то нарушило наши планы. В таком же положении оказалась Мария. У нее был план, она рассчитывала на него, но Бог вдруг решил все изменить. Если внутри вас происходят какие-то перемены, то вы очень поязвимы. Что-то меняется, это вызывает различные эмоции, и с ними нужно справляться. 28 стих. Ангел пришел к ней и сказал, «Приветствую тебя, получившая милость. С тобой, Господь». А вы тоже имеете Божью милость, и Бог с вами. Он благоволит к вам, а любит вас. Он в восторге от вас. Библия говорит, что Богу нравится хвала Его народа. А еще Ему нравитесь вы. Он знает число волос на вашей голове. Он еще лучше вас знает, что вы сейчас переживаете. Марию встревожили слова ангела. Это то, что произошло внутри, в душе. Душа — это разум, воля и эмоции. Это все, что внутри нас. Мария начинает ощущать внутренние перемены. Ангел продолжал, «Не бойся, Мария, потому что Бог проявил к тебе милость. Ты забеременеешь и родишь сына и назовешь его Иисусом. Он станет великим, и его будут называть Сыном Всевышнего». Видно, что Мария встревожена, и ей нужен мир. А Бог в это время пытается принести мир через Марию. Речь о князе мира, которого может привести только Бог, чтобы он принес исцеление душам нашим. Ангел говорит, «Мария, не отказывайся от этого, потому что это именно то, в чем нуждается весь мир». Проповедь, которую вы не хотите слушать, нужна вам больше всего. Господь Бог даст ему престол его предка Давида, и он будет царствовать над домом Иакова вовеки. Его царство не будет конца. «Как это может быть?» – спросила Мария, «ведь я еще не была с мужчиной». Ангел ответил, «Святой Дух сойдет на тебя, и тебе осенит Сила Всевышнего. Поэтому ребенок, который родится у тебя, будет свят, он будет зваться Сыном Бога». Вот это моя родственница Елизавета, тоже родит сына в ее преклонные годы. Они говорили, что она бесплодна, но она уже на шестом месяце беременности. Для Бога нет ничего невозможного. Если на что-то и можно положиться, так это на Слово Божие. Оно надежное, вечное. Цветы вянут, трава сохнет, а Слово Господа пребывает вовек. Если вы благодарны Богу за Его неизменное Слово, тогда можете прославить Его. Благословенна ты среди женщин, и благословен ребенок, которого ты носишь. Чем я заслужила такую милость, что ко мне пришла Мать моего Господа, «Как только я услышала Твое приветствие, ребенок во мне так и встрепенулся от радости, и мы тоже с вами можем и должны радоваться». Аминь. Что-то зажглось внутри меня, благословенно поверившее. Поверить — это внутреннее решение. Все, что мы видим снаружи, напрямую связано с тем, что происходит внутри. Когда вы видите какую-то перестрелку по телевизору, то дело не в том, что человеку просто нравится оружие, и он жестокий. В его душе есть какая-то нерешенная проблема. Только мир Божий может утолить боль в вашей душе. Кого-то из вас сейчас что-то беспокоит. Кто-то думает о том, чтобы уйти от жены, кто-то думает об уходе с работы, а Бог говорит, не это причина твоих тревог. Не поэтому у тебя нет мира, счастья и радости. Вы можете сменить дом, жену, рубашку и работу. Я это только что придумал, про рубашку. Но проблема не в доме, не в жене и не в рубашке. А в ком? Вас, конечно же. Она в вашей душе. И пока вы не откроете свою душу Богу и не скажете, там у меня токсичная среда из гнева, обиды и тревог. Мария тоже посмотрела на то, что было в ее душе. Это 46 стих. И Мария ответила, душа моя славит Господа. В третьем послании Иоанна сказано, как процветает и ваша душа, так будет процветать и вся ваша жизнь. Здоровая душа ведет к здоровому браку. Здоровая душа — это здоровая холостяцкая жизнь. Здоровая душа — это здоровый вы. Лучший подарок, который мы можем предложить миру, — это не деньги и даже не наши таланты, а здоровая душа. Очень часто талантливые люди передают своей семье токсичное поведение, хотя у них много талантов и много денег. Лучшее наследие, которое оставил мне отец, это здоровые отношения и откровения с Иисусом Христом, которые приносят долговечную радость. Это лучшее, что вы можете передать своим детям и своей жене. Господь, говори к нам сегодня, чтобы мы ушли отсюда ободренными и помнящими о том, как важно, чтобы наша душа была исцелена. Наш дух был спокоен и полностью удовлетворен Тобой. Во имя Иисуса. И всегда скажут на это «Аминь». Итак, что происходит внутри меня? Что? Мы поговорили о Марии, а теперь поговорим о другом человеке, в этих отношениях, об Иосифе. Именно ему пришлось жить с девушкой, которая забеременела от Святого Духа. Иосиф такой, «Что там происходит внутри тебя? В чем дело?» Я думал, «Ты девственница?» Иосиф был удивлен и озадачен. А вот откуда мы это знаем. Пожалуйста, откройте Евангелие от Матфея, первую главу. История рождения Иисуса такова. Мать Иисуса, Мария, была обручена с Иосифом, но прежде чем они поженились, оказалось, что она беременна. Младенец, которого ей предстояло родить, был от Святого Духа. Мы это знаем, а Иосиф этого не знал. Он еще не получил откровения, а потому собирался принять решение на основании мыслей, что были в его душе. Иосифу нужно было понять, что у него был план, но Бог вмешался в этот план. А когда ваши планы рушатся, вы становитесь уязвимыми и можете принять решение, о котором позже будете сожалеть. Иосиф собирался развестись с Марией, потому что в его разуме это казалось логичным. У нас есть всего два стиха о том, что творилось в его голове, а потом, что происходило с Марией, целые две главы. У мужчин тоже есть мысли и эмоции. Внутри Иосифа был конфликт, и он решил, что лучше будет развестись. Я оставлю эту женщину, потому что она беременна и не от меня. Он был хорошим человеком, поэтому решил не позорить ее публично. Он хотел обрести мир в душе. Иосиф стремится к миру, тогда как Бог приглашает его поучаствовать в истории прихода, мира на землю. Возможно ли, что вы пытаетесь оттолкнуть или уйти от того, что Бог желает использовать как чудо для вашей души? Возможно, то, от чего вы бежите сейчас, это то, о чем вы молились 10 лет назад. Иногда мы позволяем нашим эмоциям контролировать нас. Мы позволяем нашим мыслям и желаниям управлять нами. Но при этом не приглашаем Духа Святого, чтобы Он исправлял нас. Только Он может сказать, перестань так думать, перестань жалеть себя, перестань поддаваться чувству стресса и тревоги. Ты создан так, чтобы быть победителем над своими эмоциями. Нам нужно осознать, что мы пытаемся выдавить из человека то, что может дать нам только Бог. Павел писал, спасибо за вашу помощь. Наконец-то. Но я в ней не нуждался, потому что я знаю секрет здоровой души. Я нашел удовлетворение. Я нашел счастье, и оно не в том, чтобы получать все, чего я хочу. Бог начал говорить с Иосифом во сне. Иногда вам нужно уснуть, чтобы Бог смог привлечь ваше внимание. И пока Иосиф спал, Бог пришел и сказал, «Иосиф, все твои доводы закончились, теперь вступаю я». Не бойся. Снова внутренние переживания. Не бойся взять с Марией ее в жены, потому что младенец, что в ней от Святого Духа. Мне нужно, чтобы вы прошли это вместе. Она родит сына, и ты назовешь его Иисус, потому что он спасет свой народ от грехов их. Все, что произошло, было исполнением того, что Господь сказал через пророка. Иосиф получил право назвать сына Божьего. Он должен будет сказать это и пригласить этот мир в свое сердце. Но какое это имеет отношение к нашей душе? Давид сказал в 41-м салме, «Что унываешь, моя душа?» Зачем тревожишься? Как часто мы несемся по жизни и не проверяем состояние нашей души, не заглядываем в нее и не разбираемся с этим? Очень важно разбираться со своей душой. В случае Иосифа Бог занялся его душой, потому что сам он этого не сделал. Бог сказал, «Иосиф, прекрати, перестань мыслить в этом направлении». Не позвали своим чувствам заводить себя в эти дебри. Бог желает сегодня пробраться в ваши души. Кто-то из вас встревожен, кто-то разочарован, не удовлетворен. Вы ищете счастье и мира, а Бог говорит, «Я именно то, что вам нужно». Давид спрашивает у своей души, «Почему ты встревожена?» «Почему ты унываешь?» «Почему ты в депрессии?» «Надейся на Нетфликс», «Надейся на алкоголь», «Надейся на марихуану». «О нет, надейся на Господа». «Я буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Давид говорил, «Лечение для моей души – надежда на Господа». Нужно не просто знать Иисуса, но и доверять Ему. Многие из нас имеют много информации об Иисусе, но у нас нет с Ним отношений. «Да-да, я и так все это знаю». «Скажи еще что-то более запутанное и обеспокой меня еще больше». «Спой еще одну песню». А Бог говорит, «Нет, нет, ты никогда не будешь счастлив, пока не будешь доверять Иисусу. Твоя душа никогда не будет исцелена, пока не начнет верить, что Иисуса достаточно». Несколько лет назад мы с женой повезли детей в небольшой отпуск в Даллас. Мы собирались провести там всего два дня. Кто-то благословил нас с пребыванием в прекрасном отеле. Мы выехали в воскресенье вечером, было уже заполночь. Эшли уснула, и дети тоже. Я еду и пытаюсь не уснуть. А потом понимаю, что нужно остановиться. И единственным отелем на том шоссе был отель при казино. «У вас есть свободный номер? Желательно для некурящих». «Да, есть, в конце коридора». Я занес туда наши вещи, а там пахло сигаретами. Вся комната была пропитана дымом. Таким был весь тот отель. Там было ужасно накурено. Я не выдержал и позвонил на ресепшн. «Может, у вас есть другие номера для некурящих?» «Но это номер для некурящих». «Я понимаю, но в коридоре все курят, поэтому и в комнате дым». «Сейчас я приду и проверю». Он пришел и говорит, «Тут не пахнет сигаретами. Вы просто привыкли к этому запаху. Вы его уже не чувствуете, поэтому вы не можете говорить, воняет здесь или нет. Некоторые из нас находятся в похожем состоянии. Мы уже привыкли к токсичности в нашей душе. Поэтому мы спрашиваем у всех вокруг. «Думаешь, депрессия — это нормально?» «А волнение — это нормально?» «А эти мысли и желания...» «Кстати, поведение — это результат того, что находится в нашей душе». Мы судим чью-то зависимость от порнографии, чьи-то измены. Мы судим внешние проявления, но они всегда напрямую связаны с душой. Где-то глубоко в душе они уже не чувствуют этого запаха. Они бесчувственны. К обиде на отца, какой-то похоти. Нам нужно остановиться и спросить у Духа Святого, а это вообще нормально? Или лучше это как-то измениться? Павел писал в послании к римлянам 7 главе «Внутри меня идет война. Моя плоть хочет одного, а душа — другого. Они постоянно воюют между собой». Ревекка сказала своему мужу Исааку в Бытии 25 главе, 21 стихе «Внутри меня идет борьба. Я чувствую борение в моей душе». И она решила спросить у Бога, что происходит. Бог ответил «Внутри тебя борются два народа». Ревекка тогда готовилась к рождению Исаава и Иакова. И у каждого из них были прорехи в душе. Они оба всю жизнь искали свое место. Они искали надежду, искали ответы на жизненные вопросы. Иаков имел две жены. Не нужно брать с него пример. У него было две жены Рахиль и Лия. Они тоже чего-то искали. Рахиль искала любви. Она хотела иметь любовь. Илья стремилась быть любимой, а Рахиль стремилась иметь детей. Каждый из нас ищет чего-то. Но пока наша душа не станет здоровой, мы не будем иметь жизнь, уготованную нам Богом. Здоровье нашей души определяет уровень жизни с избытком, который призывает нас Бог. Александр Македонский был известным человеком. Он завоевал весь мир. Когда он умирал, то сказал, «Похороните меня, но памятник не ставьте. Положите меня в гроб, сделайте в нем дырки для моих рук. Я хочу, чтобы весь мир знал, что человек, завоевавший весь мир, умер с пустыми руками. Он завоевал весь мир, но потерял свою душу». Именно об этом сказал Иисус в Евангелии от Матфея, 16 главе. «Ведь что пользовать человеку, если он приобретет весь мир, но при этом повредит своей душе? Мы хотим больше, еще больше, постоянная жажда большего». Рене Браун сказала, что мантра наших дней — это «Мне мало, я хочу больше». Поэтому мы постоянно ищем что-то в телефоне. То, что когда-то приносило нам радость, больше нас не радует. Наша душа отвлекается на многие вещи. Дьяволу главное — отвлечь вас. Поэтому он отвлекает нас и наши души. Поэтому мы постоянно листаем Инстаграм и другие сети. За 15 минут мы просматриваем 20 приложений, потому что нам все надоедает. Нам нужно два телевизора. На одном — Нетфликс, на другом — музыка, а вот там — соцсети. Один ученый сказал, «Технологии перевернули нашу жизнь, но ограбили нашу душу. Мы утратили способность наслаждаться обычными, повседневными вещами. Наши души встревожены тем, чем мы каждый день питаемся». Чем мы питаемся? Постоянным желанием чего-то большего. И в послании филиппийцам 4 главе 13 стихе Павел пишет, «Я узнал секрет того, как быть довольным. Я научился контролировать мои эмоции. Я научился, как освободиться от желания иметь больше вещей, больше информации, больше еды. Я нашел свободу. Как прекрасно иметь свободу от желания иметь больше...» Было бы классно быть довольными своей жизнью. Было бы классно иметь мир в это время. Было бы классно, чтобы наша душа была исцелена не когда-то, а сейчас. Кто-то уже живет так, но некоторые из нас испытывают мучения, тревоги, замешательства, и мы ищем то, что может принести нам мир. И я хочу дать вам ответ. Для начала нужно признать, что нечто не так. Иисус сказал, «Я пришел не к здоровым, а к больным». Вы не знаете, что вы больны, пока не признаете, что нечто не так. Иисус желает исцелить вас, но Он не может этого сделать, если вы считаете, что доктор вам не нужен. Я понимаю, что я не выхожу на молитву в церкви, я такой вот идеальный. Каждое воскресенье я прихожу сюда осу Лайбкейн, но глубоко внутри у меня есть рана. Я все еще обижаюсь на моего отца, я все еще обижаюсь на мою прошлую церковь. В моей душе есть гнев и досада, и обида. И мне кажется, я уже не чувствую этого дыма, но мне нужно от этого избавиться. Как только мы признаемся себе и будем честными, Бог начнет работать над нашим исцелением. В итоге это ведет к вере в то, что Христа достаточно. Христа мне довольны. Это прекрасная идея. В послании филиппицам 4 главе Павел начинает развивать идею о том, что Христа достаточно. Его достаточно для моей души. Он покрывает все мои нужды. Поэтому в 11 стихе Павел пишет... Нет, давайте лучше все-таки начнем с 10 стиха, потому что церковь часто упускает это. Итак, он пишет... Я радуюсь в Господе, потому что наконец-то... Мне нужна была ваша помощь. Я рад, что вы наконец-то помогли мне. Я знаю, что вы давно хотели помочь мне, но у вас не было возможности. Вы не понимали, что я в нужде. Вы не понимали, что пока вы молчали, я думал, что вам нет до меня дела. Но я знаю, что это не так. Я решил не позволять моей душе плохо думать о вас. Я буду верить, что вы хотели помочь, но не имели возможности сделать это. Но я хочу, чтобы вы знали, что мне было очень плохо. Я искал удовлетворение. А затем в 11 стихе он говорит... Сейчас я понимаю, что благодаря урокам жизни я понял, что такое самые лучшие и самые сложные моменты, что такое вершины и долины. И теперь я могу быть довольным в любой ситуации. Моя душа может быть в мире, когда кричат дети, когда собаки лают, когда посудомойка сломалась, кондиционер не работает. Я доволен, когда все мои дети приехали домой на Рождество, и когда никто из них не приехал. Я доволен, даже если за столом есть пустые стулья. Я научился быть довольным. Вы не можете научиться этому, пока не оказались и на вершине, и на дне. Вы не можете научиться быть довольным, если вы постоянно пируете. Вы не учитесь довольству, если вы постоянно купаетесь в золоте или постоянно питаетесь за шведским столом. Вы учитесь довольству не тогда, когда вы на диете, а когда у вас нет денег, чтобы купить еду. Я знаю, как иметь достаточно и как быть в изобилии. Моя душа знает, что такое пустыня и что такое океан. Я знаю, что такое скудость и что такое изобилие. Мне пришлось пережить всякое, и я проник в тайну, как быть сытым и терпеть голод, жить в достатке и быть в нужде. Моя душа в порядке, потому что Христос подкрепляет меня. Это местописание есть во всех христианских спортзалах рядом со штамбой. Я все могу благодаря тому, кто дает мне силы. Пару недель назад я качался и хотел с обеих сторон повесить по 110 килограммов. Я говорил, это местописание, но оно не о телесной силе, а о силе нашей души. Сила души. Скажите, это сила нашей души. Павел пишет, я могу все. Я могу иметь здоровую душу, как в нужде, так и на перу. Как во время голода, так и на перу. Как в пустыне, так и на берегу океана. Я нашел секрет здоровой души. Он не в том, чтобы получать все, что я хочу, и жить под контролем условий. Он не в том, что дети спокойны, и в моей жизни все хорошо. Он не в удовлетворении всех моих нужд. Я узнал секрет здоровой души. Я знаю важный секрет. Я знаю, как быть довольным. Дело не в финансовой помощи и не в комплиментах, потому что комплиментов всегда мало. А вы всегда хотите больше добрых слов, больше внимания. Нам нужно осознать, что мы пытаемся выдавить из человека то, что может дать нам только Бог. Павел писал, спасибо за вашу помощь. Наконец-то. Но я в ней не нуждался, потому что я знаю секрет здоровой души. Я нашел удовлетворение. Я нашел счастье. И оно не в том, чтобы получать все, чего я хочу. Тем не менее, вы хорошо сделали. И в 19 стихе он говорит «Мой Бог восполнит все ваши нужды». Вот в чем секрет довольства Павла. Что происходит внутри вас? Что вы сейчас переживаете? Возможно, в вашей жизни новый переходный этап. В жизни Марии был такой этап, и не все его понимали. Даже ее жених. Она сама пыталась в этом разобраться, но в процессе она узнала то, чему нужно научиться нам с вами, а именно, полное повиновение приводит к миру, даже если вы ничего не понимаете. Вера — это не способность понимать все, а способность иметь мир даже тогда, когда вы ничего не понимаете. Это способность доверять Богу даже тогда, когда это не имеет смысла. Давайте помолимся. Скажите «Господь, я доверяю Тебе. Я отпускаю эту проблему, и не буду пытаться разобраться во всем сам. Я верю, то, что Ты делаешь внутри меня, принесет Тебе славу. Я весь Твой. Во имя Иисуса. Аминь». Я верю, что Бог переводит вас в новый сезон жизни, сезон доверия и веры, когда вы учитесь тому, что не обязательно понимать все. Бог откроет для вас новые двери и закроет те двери, в которые вам не нужно входить. Просто доверьтесь Ему. Один из шагов в доверии Богу — это вера в то, что Он приготовил для вас духовную семью, место, которое вы будете называть своим домом. Если у вас нет такой семьи, группы верующих, которые разделяют вашу веру в Бога, то я рекомендую вам присоединиться к нам. А также никогда не забывайте, что лучшее еще впереди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова